Здравствуйте! В эфире «Открытый музей». Сегодня мы в Московском доме Остроухова в Трубниках. Это один из отделов Государственного литературного музея. Здесь к 75-летию Победы подготовили выставку «Ноев Ковчег писателей». Здравствуйте! В Государственном музее истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля работает выставка «Ноев Ковчег писателей». Выставка посвящена писательской эвакуации. Она приурочена к 75-летию Победы. Выставка задумана как рассказ о жизни, о местах, о быте, о которых мы довольно мало знаем. Мы знаем, что в июле начались бомбардировки Москвы. В июле первые писатели были записаны в ополчение. Создана так называемая писательская рота. Очень многие известные литераторы – Рувим Фраерман, Данил Гранин, Эльфим Зазуля, Юрий Лебединский – в составе писательской роты были выставлены на оборону Москвы. Писательский дом в Лаврушинском переулке, неподалеку от Третьяковской галереи, был, как и другие дома в Москве, сравнительно высокие, подвергнут бомбардировкам. На крыше выставлялись посты. Это было абсолютно новое зрелище Москвы, новые пейзажи, новый опыт, опасность, иногда смерть. Вот поэтому здесь такая символическая крыша изображена. Военная Москва, Москва лета 41-го года, замаскированный Кремль, замаскированные высотные здания. Все это было очень необычно для жителей. Субтитры создавал DimaTorzok Мы должны понимать, что эвакуация стала неожиданностью для очень многих, потому что, в отличие от военных, обычные мирные люди не думали, что их быт так резко будет разрушен, и в него вторгнется вынужденный отъезд. Самыми первыми были вывезены писательские дети. Это тоже было драматично. Все это означало расставание внутри семей. Это означало, что многие люди стали понимать, что война надолго. Жизнь писателей в эвакуации – нечто совершенно особенное. Ослабла власть Союза писателей. Больше не было этой рекламентации, прессинга, постоянного хождения по струнке. Очень много стало, возможно, высказывать более свободно. Вместе с тем, это край жизни и смерти, разруха, риск, драма. В писательские семьи оставались без глав семей, которые отправлялись на фронт. Многие писатели курсировали между фронтом и эвакуацией. В эвакуации было несколько основных центров, и им-то и посвящена наша выставка. Это Чистополь, это Елабуга, где покончила с собой Марина Ивановна Цветаева. Это Ташкент, это Алма-Ата. Были и другие центры, но все-таки те, которые я назвал, пожалуй, являются самыми главными. Арсений Тарковский, замечательный русский поэт, отправился в эвакуацию вместе со своей семьей. С женой Антониной Александровной Бохановой и с матерью Марии Даниловной. Под Иваново в Юрьевце была первая жена с детьми, с Мариной и Андреем, будущим великим режиссером Андреем Тарковским. Арсений Тарковский стремился попасть в действующую армию. Это было непросто, потому что ему нужно было пройти курс бойца, ему нужно было получить воинское офицерское звание. Но все-таки он в январе 1942 года был зачислен в действующую армию, воевал там два года, был писателем в газете «Боевая тревога». На нашей выставке представлены многие замечательные экспонаты. Это фотографии Арсения Тарковского военных лет, это переписка его с семьей. Но самый главный экспонат в этом зале – это камская тетрадь. Это тоненькая тетрадочка, в которую Тарковский заносил стихотворения, написанные как раз там, в Чистополе. И потом этот цикл стал известен под другим названием «Чистопольская тетрадь». Очень пронзительные стихи Тарковский там писал. «Льнут Господнему порогу белоснежные крыле, чуть воздушную тревогу объявляют на земле. И когда душа стенает и дрожит людская плоть, в смертный город посылает соглядатая Господь». Тарковский подымается над этим страшным бытом, голодом, отсутствием работы. И тема «Соглядатая Господня», «Ангела Господня» у него является постоянным рефреном. Тарковский трудится на разгрузке бревен. Он испытывает все лишения. Под другим стихотворением из этой же «Камской тетради» есть замечательная приписка. 11 ноября 1941 года. «Чистополь. С утра было 23 градуса мороза». «Вложи мне в руку, Николин образок, унеси меня на морской песок, покажи мне южный косой парусок». Вот что пишет здесь Тарковский. «Горше горького моя беда, слаще меда морская твоя вода». Это стихи из «Камской тетради». Очень важно, что одно из стихотворений прямо обращено к Марине Цветаевой. И оно написано уже после ее смерти. «Зову, не отзывается, крепко спит Марина, Елабуга, Елабуга, кладбищенская глина, твоим бы именем назвать гиблое болото». Марина Цветаева находилась неподалеку, в Елабуге. Она не смогла перебраться в Чистополь. И там у нее была своя драма, семейная. А с сыном Георгием ее связывали очень непростые отношения. Это была любовь-ненависть. Эти люди мучили друг друга. Юный, гордый Георгий Эфрон, как мы знаем из его записок, очень сложно относился к матери. А Марина Ивановна совершенно не приспособлена была к той жизни, которая так не походила на Париж и даже на Москву. В эвакуации создавались великие произведения. Здесь Леонид Леонов написал драму нашествия. Здесь в Алмате был снят Иван Грозный, Сергей Эйзенштейна и так далее, и так далее. Литература, драма личных отношений, неустроенный быт, героические сражения на войне. Все это было в едином клубке. Тарковский был тяжело ранен, ему ампутировали ногу. Он пишет в 64-м году так. «Стол повернули к свету, я лежал вниз головой, как мясо на весах, душа моя на нитке колотилась, и видел я себя со стороны». «Стол повернули к свету, я лежал внизу, как мясо на весах, душа моя 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 на весах, Зал тоже посвящен писательской эвакуации в Чистополь. Уже гораздо позже был издан целый том альмонаха «Чистопольские страницы» из той литературы, которая была создана здесь, в Чистополе, осенью и зимой 1941 года. Здесь были очень разные писатели. Борис Пастернак, Василий Гроссман, Леонид Леонов, Маргарита Алигер, Мария Петровых. Борис Пастернак, по воспоминаниям собеседника, говорил, казалось бы, парадоксальные вещи. «Жизнь в Чистополе хороша уже тем, что здесь мы ближе, чем в Москве, к природной стихии. Нас страшит мороз, радует оттепель, восстанавливаются естественные отношения человека с природой». Конечно, именно Борису Леонидовичу свойственно всегда так тонко чувствовать природу, но он это умеет делать, как мы видим, и в этих трагических обстоятельствах неустроенного быта, голода, смертей, которых было немало, и в эвакуации тоже. «Жизнь в Чистополе хороша» Этот зал на нашей выставке посвящен Ташкенту. Это еще один центр эвакуации. Здесь все было немножко по-другому. Здесь все-таки было южное солнце, здесь все-таки не было морозов. Здесь, конечно, очень много было связано с Анной Андреевной Ахматовой. Надо сказать, что для Анны Ахматовой этот период жизни был переломным, очень важным. Жили здесь все вместе, очень многие в одном доме, поэтому общение было теснее. Маргарита Алигер, поэт совсем другого склада, вспоминает, что однажды была удивлена словами Ахматовой, которые та сказала ночью в каюте во время плавания по реке. Они плывут в эвакуацию, и Ахматова говорит слова, которые не очень ожидает от нее услышать. Маргарита Алигер, такая огромная страна, такая огромная война. Человечество еще не знало войны такого великого смысла, такого всеобщего смысла. Она перевернет мир, эта война, переделает всю нашу жизнь. Да-да, смотрите, как она срывает все камуфляжи, обнажает все безобразное, чтобы люди их увидели, поняли. Это фразы ключевые для понимания того, что с человеком происходило на войне. И в эвакуации тоже лишнее уходило, обнажалось главное, оставалось творчество. Иногда всплывала и мелочность, и трусость, всякое бывало. Субтитры создавал DimaTorzok Еще один центр эвакуации – Алма-Ата. Правда, здесь уже находились не только писатели, но и кинорежиссеры, киносценаристы. Это был своеобразный советский Голливуд военного времени. Здесь были и Пудовкин, и Эйзенштейн, и братья Васильевы, многие другие мастера. Здесь сняты многие известнейшие фильмы, например, Иван Грозный, Сергея Эйзенштейна. Очень важно сказать, что сценарии для этих фильмов писали известные литераторы. Это и Константин Полстовский, и Константин Симонов, и Виктор Шкловский, многие-многие другие. Судить о том, каков был быт этой части писательской и творческой эвакуации, можно благодаря работам художника Павла Зальцмана. Субтитры подогнал «Симон» Работы Павла Зальцмана дают своеобразный фон, своеобразную подсветку той жизни, которая протекала здесь, в Казахстане, в Алма-Ате, среди кинорежиссеров, среди сценаристов, которые находились в эвакуации в период войны. Субтитры подогнал «Симон» Пока все музеи закрыты, открытый музей приходит к вам. Продолжение следует.